Иисус Христос Привет всем из России, привет всем сегодня отсюда, с города Орла, с этого пригорода, где идет сейчас молитва, также молитва за Израиль. Сегодня 20 сентября 2011 года и сегодня с нашей земли возносится молитва к небесам, к Богу, к престолу Отца Небесного, за Израиль, за еврейский народ и за Израиль, за Иерусалим. Дорогие друзья, наша церковь присоединяется к этим молитвам, мы христиане православные, православные обновленцы, сегодня также возносим свои молитвы к престолу Небесного Отца, вместе с баптистами, с пятидесятниками, харизматами, православными католиками, разными-разными христианами и просим Бога о милости для его народа. В этот день, 20 сентября, молитва здесь, в России и в других странах, она уже идет, в некоторых странах, где еще ночь, она только лишь состоится. Вообще-то 20 сентября был объявлен именно межхристианский, межконфессиональный такой, общихристианский пост и молитва. И сегодня в постах и в молитвах миллионы и миллионы христиан. Это замечательно, что сегодня мы вместе, сегодня мы вместе за Израиль, мы вместе сегодня за народ Божий, сегодня мы вместе за Иерусалим. И, как сказано было в Писании, просите мира Иерусалиму, и попросите мира Иерусалиму, слава Иисусу Христу. Дорогие друзья, как православный обновленческий епископ, как предстоятель Украинской Реформаторской Православной Церкви, Конечно, я и говорил, и говорю, и буду говорить о необходимости таких молитв не только 20 сентября, не только именно в какую-то определенную дату, но и вообще каждый день. И здесь, вот на окраине Орла, здесь, в этом лесу, также молитва за Израиль. И в других городах, в Туле, в Москве, в Владивостоке, в разных городах сегодня звучит молитва за Израиль. И почему она звучит? Почему сегодня христиане за Израиль? Почему сегодня христиане, православные католики, протестанты, очень разные верующие, разных обрядов, разных, знаете ли, скажу так, теологий, разных возделений политических, сегодня за Израиль объединены в молитве? Да просто потому, что сегодня в очередной раз современные, уже 21-го столетия Аманы бросают жребия о народе Божьем. Сегодня, уже в 21-м столетии, история вновь повторяется и в очередной раз хотят просто-напросто сильные века сего, безумцы, толстосумы, политики всевозможные, жадные ради своих амбиций, просто-напросто народ Божий поделить и землю Израиля раскромсать. И сегодня Израиль снова находится под ударами не только ракет, не только снарядов и пуль, знаете ли, окружающих террористов, всевозможных исламских террористов, исламофашизма, окружающего Израиль сегодняшний политический и религиозный. Но и, скажу так, информационно Израиль атакуем, как никогда раньше, наверное. Сегодня Израиль атакуем информационно с разных сторон. И, к сожалению, сегодня такой постоянный друг, стабильный, как казалось еще вчера, стабильный друг Америки, США, отворачивается... Вдруг Израиль и США, Америка отворачивается от Израиля. Сегодня, конечно, в Америке много благочестивых христиан, и я часто путешествую и проповедую в разных штатах Америки. Более чем в 20 штатах я проповедовал Слово Божье, проводил семинары, конференции, и я видел в этих штатах, в разных городах, начиная от солнечной Флориды, заканчивая такой уже холодной Аляской, от Нью-Йорка и до Калифорнии, в разных штатах. И я видел много христиан, которые любят Израиль, любят Бога Израилева, любят Иисуса Христа, не просто, знаете ли, вот так вот динаминационно, конфессионально, но библейски, как написано в Писании. И, конечно, сегодня Белый дом закидан телеграммами и письмами просто-напросто с разных уголков Америки, от океана до океана, где христиане просят президента Обаму не предать Израиль, не предать еврейский народ, не предать государство Израиль. Потому что сегодня, к сожалению, чего греха таить, мы это видим сегодня в Белом доме, творится просто-напросто невообразимое. Сегодня, к сожалению, исламисты, гомосексуалисты, коммунисты, социалисты, всевозможные исты, будем так говорить, оккупировали Белый дом. И, в общем-то, сегодняшняя политика президента Обамы антиамериканская, антиизраильская и антихристианская, вот на этих трех китах строящаяся, она сегодня, конечно, как никогда может подвести и Америку, и, в общем-то, весь мир. Сегодня весь мир прогрессивный, как раньше говорили, человечество, прогрессивное человечество смотрит на Америку. Но сегодня, к сожалению, нет такой стопроцентной уверенности в Америке из-за вот такой неясной, и даже скажу, в чем-то даже ясной, как именно я назвал уже три этих составляющих нынешнего президента политики, антиамериканизм, антиизраильская и антихристианская политика. Остальных я в аспектах не буду касаться, экономики. Но вот на мой взгляд, эти важные, важнейшие аспекты, они показывают, что близок конец, и Господь скоро грядет. И сегодня я одел Маген Давид, щит Давида, звезду Давида, как именно христианин за Израиль. И сегодня я в молитве также с моими братьями, американскими христианами, русскими христианами, белорусскими христианами, украинскими христианами, африканскими христианами, австралийскими христианами. Сегодня, мои братья и сестры, я просто благоставляю вас в этой молитве и желаю быть в посте, в молитве до конца дня. И нам, российским христианам и русскоязычным христианам, наверное, надо быть в посте, в молитве еще и 21 сентября. Начало, по крайней мере, 21 сентября. Потому что, как раз, когда у нас будет ночь, то там, на другом берегу океана, в Америке, будет решаться судьба во многом государства Израиля. И палестинцы сегодня, именно руководители, те, вот эти исламо-фашисты, что взяли власть сегодня и хотят взять власть, те террористы, что сегодня от имени арабского народа говорят, от имени миллионов людей говорят, палестинцев, хотят иметь государство, раскромсав в очередной раз Израиль территориально. Это, скажу так, это нечестивцы, которые пытаются сегодня просто-напросто навязать Третью мировую войну. Господь, да, остановит этих безумцев и будем молиться за защиту Израиля от всевозможных ракет, от терактов. И за армию обороны Израиля, чтобы армия была на высоте, чтобы сегодня ребята наши, евреи, те, кто в армии Израиля сегодня, чтобы они были бодрыми, отважными, сильными воинами, чтобы Бог дал мудрости, чтобы если вновь война, если вновь будет атака со всех сторон на Израиль, чтобы еврейская армия была на высоте и в очередной раз не только отразила, знаете ли, вот эту агрессию, но чтобы и восстановилось государство Израиля, чтобы расширилась, чтобы та земля, что Бог обещал Израилю, еврейскому народу, чтобы она была полностью отвоевана у нечестивцев, сегодня ее просто захвативших и удерживающих. То есть не только давайте не отдадим ту землю, что сейчас уже имеем, но и возьмем ту землю, которую Бог обещал нам. Я думаю, что вот обычным образом дипломатическим это не получится, но Бог допускает вот такие ситуации, на мой взгляд, очередную войну, допустим, очередные вот эти вот всевозможные нападки, и Израиль будет иметь возможность расширить свои границы до тех пределов, которые Бог обещал в Библии. И, кстати, по поводу информационной войны, это очень серьезная война, потому что сегодня против христиана, против Израиля, против евреев очень много нацелено оружия в этом мире. И нам, христианам, необходимо верующим вообще, верующим не просто христианам по имени своему, а если мы настоящие христиане, если мы веруем тому, что написано в Писании, то мы должны внимательно через Слово Божие, через Библию посмотреть на все происходящее сегодня, на все происходившее когда-то и на то, что будет происходить в ближайшее время. Потому что по милости Божьей, через Священное Писание, Ветхие и Новые Заветы, нам даны откровения о том, что будет в будущем, и в ближайшем, и в далеком будущем. Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю. Так вот, господа, дорогие братья и сестры, в Слове Божьем говорится, что Иисус Христос есть слава народа своего Израиля. Он есть не только свет к просвещению всех народов, язычников, то есть людей разных национальностей, разных культур, но и слава народа своего Израиля. И сегодня на наших глазах это исполняется. Сегодня не только мы видим, что все народы так или иначе просвещены Словом Божьим, во всех народах так или иначе прозвучало Слово Божье и звучит. Сегодня звучит Слово Божье даже в тех народах, где еще буквально лет 10, 15, 20, 50, 100 лет назад, казалось, и не пахло христианством, казалось, и не было никакой надежды на просвещение. Сегодня Иисус Христос покоряет себе все народы, фактически, слава Иисусу. Но сегодня должно исполниться и вторая часть этого пророчества, где говорится, что Иисус Христос есть слава народа своего Израиля. И я верю, что это слово исполнится обязательно. Оно уже исполняется, потому что сегодня поднимается христианско-сионистское движение. Сегодня христиане в разных странах, разных народах, разных цветокожих, разных политических симпатий, антипатий сегодня пробуждаются в этом направлении и начинают видеть ценность Израиля, и начинают видеть ценность еврейского народа, уникальность. Увидим мы в Библии, должны увидеть мы это в Библии обязательно. И что мы должны увидеть в Библии? Увидим в Библии то, что мы видим, что в такой не очень дружной семье народов нашей планеты Бог, написано, создал от одной крови, произвел весь род земной, весь род человеческий, для обитания по всему лицу земли, назначив определенный предел обитания каждому народу, чтобы они познали Бога, написано в Библии, чтобы люди познали Бога, познали Творца. Но в этой семье народов Бог однажды, видя безбожие, видя отступничество, такое тотальное отступничество, однажды нашел одного верного человека, имя его Авраам. От Авраама Бог родил Исаака, от Исаака – Иакова, от Иакова – патриархов, от патриархов родил уже весь еврейский народ. Чтобы говорить этому миру о том, что Бог таки есть на Белом Свете, и не только религия человеческая, не только философия человеческая, не только традиция человеческая, не только оккультизм, спиритизм и прочие мерзости, но есть и вера живая, вера настоящая, вера правдочная, не по наружку, а по правдочному. Не как бы вера придуманной людьми, не то, что Бога придумывали люди, но когда Бог говорит о своей вере, о самом себе, очень четко и ясно – слава Иисусу Христу. И, дорогие друзья, конечно, именно в Израиле родился Спаситель не только еврейского народа, но и всего мира, всего человечества – Иисус Христос. И я даже некоторым нашим священникам говорил так, и говорил, и буду говорить, что даже если бы в еврейском народе не было бы ни одного порядочного человека, кроме одного Иисуса Христа, Спасителя моего, Господа моего, я бы ради даже одного Иисуса любил бы и уважал весь еврейский народ. Слава Иисусу Христу! Но в еврейском народе много порядочных людей, но самое главное, что Иисус Христос, Он есть Спаситель мой, раз мой Господь еврей, и я еврей по вере в Иисуса Христа, потому что я общник сока и корней. Я, как написано, было Павлом сказано однажды в его послании, я среди них насажден, слава Богу, не место них, но среди них. И сегодня, наверное, среди христиан разных динаминаций и конфессий, вот этот интерес к Израилю, интерес к Слову Божьему, именно в этом разрезе он как никогда остр, потому что еще лет сто назад трудно было предполагать, чтобы христиане разных динаминаций и конфессий вот так вот полюбили бы, искренне бескорыстно полюбили бы еврейский народ, Израиль. Сегодня, кстати, господа, сегодня, особенно если вы не христианин, и вам будет это очень интересно узнать, что сегодня у Израиля нет таких бескорыстных друзей, кроме евангельских мыслящих, библейских мыслящих христиан. Это единственный друг Израиля, но это очень мощный друг, потому что это друг, который не просто одной нации, не просто дружественный народ, не просто американский даже народ. Нет, это христиане разных динаминаций конфессий. Просто в Америке очень много друзей Израиля. Почему? Потому что очень много Библии, очень много Слова Божьего, очень много Духа Святого, очень много верующих, именно евангельских, мыслящих, библейских верующих. Но, позвольте, Духа Святого много и в других народах. И сегодня Слово Божье распространяется в разных народах. И сегодня, допустим, вот у нас, на территории бывшего безбожного Советского Союза, когда некогда Слово Божье было вообще запрещено, по сути, за Библию гоняли их раньше. Я свидетель этому всему. Я тоже застал немного время этих притеснений христиан. Так вот, а сегодня Слово Божье как никогда распространяется. Слово Иисуса Христа сегодня звучит, сегодня и на телевидении, пожалуйста, СНЛ, ТБН, христианские есть программы даже русскоязычные, это телеканалы, это потрясающе, слава Иисусу. Библия распространена сегодня как никогда вообще здесь вот, и в России, и в Украине, и в Белоруссии. То есть, сегодня друзей Божьего народа прибавилось. Однозначно. И антиамериканизм, кстати, как и антисемитизм, имеет в своей основе антихристианство. Антибиблейское христианство, будем так говорить, точнее, наверное, так. То есть, невежество библейское антиамериканистами и антисемитами, будем так говорить, могут быть те христиане, и являются те христиане, что невежественны, что она просто чаще всего лишь по имени своему являются христианами, но не по сути своей. Или же пережили уже возрождение, но Библию еще не изучали в этом направлении, или же мало открывают Слово Божье и еще мало просвещено, невежественно еще. Вот именно невежество порождает всевозможные вот эти вот антиамериканизм и антисемитизм. И недаром империя зла, бывший тогдашний Советский Союз, на весь мир трубил как раз против Америки, против Израиля. Почему? Это все очень взаимосвязано. Потому что в Ветхом Завете мы видим рождение государства Израиля, мы видим рождение Израиля и Иерусалима. В Новозаветные времена по такому же сценарию было рождено США, Америка, американский народ, народ пред Богом, с разных народов, некогда не народ, ныне народ. И до сих пор с самого своего рождения Соединенных Штатов Америки являются оплотом свободы на всей нашей планете. Хотя сегодня мы видим, что Америка уже во многом сбилась с курса, заданного ей Богом, но однако же дары и призвания Божьи не приложены. Фундамент, основания были заложены мощнейшие, евангельские, библейские, слава Иисусу Христу. Ну так вот, господа, давайте мы сейчас помолимся, я думаю, благоставим Израиль, благоставим Бога Израилева, благоставим Иерусалим. И давайте мы сейчас в этой молитве, сейчас вот все и присутствующие обязательно помолимся, присоединитесь к этой молитве прямо сейчас и попросим Божьей милости, Божьего благоставения. И еще в этой молитве хотел бы помолиться сейчас за тех, кто еще не пережил спасение, чтобы Господь был милостив каждому из вас. Отец, Сущий на небесах, Бог Святой, благостави Господь телезрителей моих, благостави Господь сейчас всех нас, благостави Господь по богатой своей милости во имя Иисуса Христа. Отец, благостави Иерусалим, благостави Израиль, сегодня 20 сентября 2011 года, когда молитва возносится за Израиль, за Иерусалим, с нашей земли и отсюда с России, с Белоруссии, с Украины, с Африки, с Америки, с разных стран нашей планеты, с Австралии. Бог Святой, сегодня прими молитву народа своего, прими молитву Господь своих детей во имя Иисуса Христа. Бог Святой, слава тебе! И благостави тех, кто сейчас молится в эту молитву, присоединился к этой молитве. Боже всемогущий, благостави христиан разной динаминации конфессии. Благостави, Господь, тех, кто сегодня действительно хочет не только присоединиться к этой молитве, но быть частью действительно народа Божьего. Благостави тех, кто еще, может, не покаялся, но сейчас хочет покаяться, обратиться к Тебе. Благостави их по богатой своей милости во имя Иисуса Христа. Аминь. Если вы еще не молились, молитву покаяния, вообще-то, и вы сейчас слышали, и слышали мое слово, и эту молитву, прозвучавшую, но вы хотели бы тоже помолиться, молитву покаяния, примирения с Богом. Верьте, что Бог есть любовь, Он очень любит вас. Знаете, что вы грешник, мы все грешники на этой земле, мы не совершенно много ошибаемся в этой жизни земной, но знаете ли, что при всех наших этих ошибках и несправедливостях, да, мы знаем, что Бог, любящий Отец наш Небесный, отдал Сына Своего, Иисуса Христа за нас, за наши грехи. Иисус Христос умер за вас, за всех нас, за меня и за тебя, за каждого из нас. Иисус Христос, Он умер действительно на кресте за Голгофском, за наши грехи, за евреев, неевреев, неважно какой национальности, ты африканец, русский, неважно. Главное, чтобы твое сердце сейчас вопило к Богу и приняло еврейского спасителя, как своего личного спасителя, Господа своего. Давайте помолимся такой молитвой. Отец Небесный, Бог Святой, во имя Иисуса Христа благостави эту молитву сейчас, молитву покаяния и благостави моих друзей, благостави тех, кто сейчас молится этой молитвой, благостави во имя Иисуса. Отец Небесный, давайте скажем такую молитву сейчас вместе, все вместе. Отец Небесный, Бог Святой, прости меня, прости мои грехи. Я верю, Ты любишь меня, и я верю, Ты отдал Сына Своего, Иисуса Христа, за мои грехи. Иисус Христос, Ты умер на Голговском кресте за меня и за всех нас. Иисус Христос, Ты пролил свою кровь за меня, и Ты воскрес воистину из мертвых, чтобы я был оправдан. Иисус, Ты Господь мой, Иисус, Ты есть мой Царь. Благодарю Тебя во имя Иисуса Христа, Царствуй во мне, живи во мне. Господь, открой мне Слово Своей, Библию Святую, чтобы, Господь, я мог познавать Тебя больше и больше, идти от веры в веру, от силы в силу, Господь, и в Царстве Твоем быть навеки. Благодарю Тебя, Господь, благостави мою жизнь земную, Боже, мое служение Тебе на этой земле, во имя Иисуса, аминь. Дорогие друзья, и давайте еще помолимся такой молитвой. Я хочу завершить молитвой именно благоставения, молитвы благоставения Ааронова, благоставения Божьего, будем так говорить, потому что сам Бог дал эти стихи, не Аарон придумал, не Моисей, а Бог сам дал Моисею, чтобы тот передал Аарону, и чтобы этим благоставением благоставляли бы сынов Израиля. И это благоставение я буду петь сейчас на каждого из вас, дорогие друзья, благоставение Божье. А перед этим благоставением помолимся вместе, я помолюсь вместе с вами, вы помолитесь вместе со мной за Израиль, за Иерусалим, во имя Иисуса Христа, Бешем Иишуа, потому что имя нашего Спасителя звучит как Иишуа, Иисус, 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 во имя Иисуса, Бешем Иишуа, во имя Иишуа, во имя Иисуса, Бешем, значит, во имя, то есть я в имени, я в нем, а он во мне, в имени Иисуса мы молимся, в имени Иисуса Христа, Аминь. И Аминь, значит, правда, истина, да будет так, это утверждение, это финал всех наших молитв. И благоставим Бога Израилева, и благоставим Израиль во имя Иисуса. Наверное, это очень важная молитва, я так думаю, ее переценить невозможно. Почему? Потому что я имею в виду не только молитву благоставения, но завершающую сегодняшнюю эту видеопрограмму 20 сентября 2011 года, но также и саму молитву благоставения Израиля. Почему? Потому что, наверное, потому еще, потому что это опыт именно молитвы разных конфессий, разной динаминации, совместной молитвы. Это уже не первый опыт, конечно, далеко не первый. Уже христиане молятся и молились, и будут молиться такими молитвами. Но здесь у нас не только общая задача и цели, у нас здесь общая такая великая стратегия Духа Святого. О, Дух Святой, сейчас веди в этой молитве, веди нас в этой молитве. Я прошу тебя сейчас, соедини, Господь, Боже, в этой молитве сейчас великую цепь по всему миру, по всей земле во имя Иисуса. О, Господь, спасибо тебе. Господь сейчас соединяет в великой цепи своей. Он разных христиан, разных динаминаций, разных конфессий, православных, протестантов, католиков, очень разных христиан вместе. О, давайте вместе помолимся, давайте вместе прославим Бога, давайте вместе воздавать Ему хвалу и славу и честь. Слава Иисусу Христу, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, господа, дамы. Сегодня Иисус Христос, Он хочет прославиться в Своем народе, сегодня Он хочет заявить славу Свою Израилю, сегодня Он хочет, чтобы Израиль был спасен, сегодня Слово Божие должно быть проповедовано. Проповедуйте Слово Божие, братья, обязательно, сестры, не останавливайтесь, говорите Слово Божие, особенно евреям, всем, 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 но в первую очередь евреям, во-вторых, уже всем остальным, потому что евреям это больше всех надо, потому что еврейскому народу это сегодня больше всех надо, сегодня потому что, кстати, господа, слушайте, я забыл кое-что сказать очень важное, Сегодня, я уже упомянул в начале этой программы, что друзья, союзники Израиля, многие сегодня как бы в сторону уходят, пытаются уйти в сторону, допустим, в первую очередь Америка, США, которая с самого начала Израиля, государство образования, была именно стеной за Израиль и не давала всевозможным врагам рта порой раскрыть, знаете ли, ставила на место тогдашний бывший безбожный Советский Союз, который спонсировал и вооружал до зубов этих экстремистов, всевозможные Арафаты и прочих нечестивцев, знаете ли, выступая Аль-Каиду, всевозможные там этих, там, я не знаю, там и куча названий этих всевозможных исламо-фашистских этих организаций экстремистских. Но, террористических, но, кстати, вот недавно было 11 сентября, мы вспоминали, десятилетие как раз уже прошло, 10 лет уже прошло со временем эта трагедия. Это ужасное, конечно, было событие, когда исламо-фашизм атаковал Америку, атаковал именно самое сердце Америки, Нью-Йорк, и когда башни рухнули, я думаю, весь мир увидел настоящее лицо ислама. Ислам не может быть мирной религией, ислам это идеология в первую очередь, это даже не просто религия, это идеология, человеконенавистническая идеология, женоненавистническая идеология, свободоненавистническая идеология. И есть мирный ислам, но это номинальный ислам, не практикующий ислам, а лишь люди, называющие себя культурно-исламистами. Но те, кто именно регулярно посещают мечеть и те, кто погружаются в свою религию, чаще всего они становятся именно террористами на путь тропы войны. Потому что основатель ислама, он вынул меч и сражался, но наш Господь, основатель именно истинной веры, он не поднимал меча, даже наоборот, когда Петр, его ученик, вынул было меч и отрубил ухо одному из тех, кто пытался арестовать Иисуса той ночью в Гефсимане, то Иисус сказал, засудь меч обратно, не высовывай его, нет, не будет больше кровопролития. И больше того, он исцелил этого Малха, так называли раба, у которого ухо было отрублено. Так вот, господа, дорогие братья и сестры, очень важна, думаю, молитва, важна эта молитва, стратегическая молитва отсюда, с Россией. Почему еще? Потому что сегодня, к сожалению, Россия вновь поднимается, экономические, всяческие, военные мощи поднимаются, и это очень страшно. Почему? Потому что Россия снова спонсирует и вооружает до зубов всевозможных экстремистов, исламо-фашистов, и предварительно мы знаем, что сегодня, 20 сентября, будет голосовать Россия против Израиля, за палестинское государство, якобы такое филистинское, но новых филистимляний не только вооружили до зубов, но и сегодня государство и хотят возродить из небытия. Это ужасно, конечно. Бесы сегодня, конечно, готовятся в серьезнейшую атаку, дьявол сегодня открывает преисподнюю, но Дух Святой сегодня, Он, приходя на эту землю благодать, усиливается, свет еще ярче становится, и пусть Господь Иисус сегодня придет в ООН, сегодня придет и так или иначе, либо убедит, пусть Господь и российских представителей, и других представителей, других народов голосовать за Израиль, против Палестины, либо даст палестинцам покаяться, возможность, я не знаю, вот покаялся же этот сын основателя Хамаса, слава Богу, Масаб, он покаялся, слава Иисусу, я думаю, это первая ласточка покаяния многих террористов, и пусть сегодня целая вереница террористов покается, слава Богу, пусть те, кто замышляет сегодня снова теракты против Америки, против Израиля, покаются, пусть те, кто пытается взорвать дома, значит, школы, убивать школьников здесь, в России, пусть они покаются, пусть Ислам сегодня просто заткнется во имя Иисуса Христа, пусть сегодня Иисус Христос прославится, пусть сегодня придет победа нашего Господа на эту землю, слава Иисусу Христу, давайте помолимся, дорогие друзья, и помолимся очень важной молитвой, Отец, я благодарю тебя, Господь, за Духа Святого, благодарю тебя, Господь, за моих телезрителей, за моих друзей, сегодня молящихся за Израиль, да, аминь, христиане, за Израиль, давайте молиться за Израиль, Бог благослови Израиль, давайте скажем так, Бог благослови Израиль, Бог благослови Иерусалим, во имя Иисуса Христа, мы молимся по слову Твоему, Господь, Боже, Ты говорил, простите мира Иерусалимы, и мы просим шалома Твоего, Твоего мира, Иерусалима во имя Иисуса Христа, Господь, благослови, Боже наш, и прими молитвы сегодня, Господь, и от России, Господь, за Израиль, во имя Иисуса Христа, Бог, повлияй, Господь, там, в Ооне, Духом Святым Своим, на это голосование, Пусть не совершится, не сбудется нечестивый замысел современных аманов во имя Иисуса Христа, но Господь, по-любому, даже если нечестивцы будут превозмогать, то Ты, опора Израиля, Ты никуда не денешься, Господь, Ты будь за Израиль, будь, Господь, Боже, сегодня защитой стеной во время этого голосования сегодняшнего ООН, и в следующие дни, Господь, и ночью будь защитой Израиля во имя Иисуса Христа. Благослови парней и девчат, те, кто сегодня с оружием в руках, стоят в армии обороны Израиля, Господь, благослови, Господь, каждого из них, Боже, дай им мужество, Господь, Боже, во имя Иисуса, Ты лев от колена Иудина, Иешуа, Машиах, Иисус Христос, будь, Господь, их воодушевлением, их силой, Господь, слава Тебе, Боже наш, благослови, Господь, благослови, будь живым щитом, Господь, Боже, духом святым защити, Господь, Израиль, от всевозможных ракет и пуль, Господь, сегодня летящих на Израиль, во имя Иисуса Христа. Пусть, Господь, покаются террористы, как ты, Господь, дал покаяние Масабу, сыну основателя Хамаса. Господь, дай покаяние многим другим террористам, Господь, тем, кто сегодня ненавидит Израиль. Как ты давал многим сегодня мусульманам покаяться, Господь, в эти последние годы. Дай покаяние сегодня, Господь, исламскому миру во имя Иисуса. Пусть ислам, как религия, будет банкротом во имя Иисуса Христа как можно быстрее. И пусть, Господь, миллионы мусульман, они примут Иисуса и И будут по-настоящему покорны Тебе, Господь, по-настоящему покорны Слову Твоему, Господь, приняв Спасителя Иисуса Христа, который умер за них, Господь, и воскрес для их оправдания. Спасибо Тебе, Господь, дорогой. Благослови, Господь. И в этом завершении молитвы, Господь, благослови сейчас каждого из присутствующих, благослови, Господь, сегодня город Орел, благослови, Господь, сегодня область, благослови, где звучит молитва сегодня за Израиль, благослови, Господь, всю Русь, Матушку Божию. Пробуди греха, гроба, подними, Господь, Боже, миллионы христиан в этой молитве, Господь, и номинальный христиан миллионы сделай настоящими христианами во имя Иисуса Христа. И благостави, Господь, моих дорогих телезрителей, в этом благоставении Божьим, Святом Аароновым благоставением. И благостави, Господь, и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. И я говорю шалом, 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 шалом. Мир вам. Слава Иисусу Христу, дающему нам этот мир.